Здравствуйте! Вы смотрите программу специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях председатель комитета по культуре администрации Одинцовского городского округа Ирина Ватрунина. Здравствуй, Ирина! Здравствуй, Мария! Очень рада видеть тебя в нашей студии. Поздравляю со всеми наступившими праздниками, с Новым годом, с Рождеством. Конечно, культура в этом году зажгла 2022 год. Мне кажется, вы не останавливали свою работу ни на минуту. Конечно, сегодня хотелось подвести итоги 2021 года, ну и наметить планы на будущее, потому что они, как всегда, грандиозны. Сфера культуры в Одинцовском городском округе весьма обширна. Напомню, что это 38 домов культуры, 46 библиотек, 2 музыкальные школы и 8 школ искусств и 2 музея. И еще парковые территории, которые в прошлом году как никогда заявили о себе. Появились новые территории. Новыми опциями нас радует парк Мальевича. Новая территория на наших парковых просторах Одинцовского городского округа. И культура – это такая сфера, которая не может остановиться. Мне кажется, если остановится культура, остановится весь мир. Просто цивилизации умрют. Понятно, что в основе любой цивилизации, естественно, лежит культура. Наши работники культуры не останавливаются ни на мгновение. Мне кажется, даже ментально наша работа состоит из графика 24 на 7. И в Новый год, конечно, мы тоже не остановились. И порадовали программами на улицах, анимационными развлекательными программами «Зимние забавы» практически во всех дворах Одинцовского городского округа, во всех поселениях, на всех территориях. Прошло очень много предновогодних мероприятий в домах культуры, театральные постановки, концертные программы. Было такое ощущение, что мы очень боялись, что снова будут некоторые ограничения, к сожалению, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Но было такое ощущение, что мы хотим ухватить это время, пометую, как это было в предыдущий год. Максимально его заполнить? Да, максимально его заполнить, насытить всех жителей, гостей города. Это был такой настоящий новогодний марафон. Он нам очень понравился. Сами культура получила от этого огромное удовольствие. На каникулы мы, конечно же, не остановились ни на один день, ни на одно мгновение. И во все дни каникул, во все праздничные дни тоже продолжались мероприятия и в домах культуры, и в библиотеках. Парки были абсолютно перенасыщены. У нас даже вчера разговаривали с Николаем Николаевичем Кругловым. Вчера был рекорд по дневной посещаемости парка. 7,5 тысяч человек. Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. Наша Лазутинка. В парке Малевича у нас прошли совершенно потрясающие ледовые шоу Татьяны Навки, Илья Вербуха, Евгения Плющенко. Абсолютно статусные звезды приезжали на наши площадки. И понятно, что и уровень наших площадок соответствует статусу тех личностей, о которых я сейчас сказала. Мне кажется, вообще 2021 год для культуры, он, с одной стороны, был непростым, как и 20-й, потому что были ограничительные меры, и мероприятия проходили частично в онлайн-режиме, частично в усеченном формате для ограниченного количества зрителей. Но, тем не менее, это никак не сказалось на качестве тех мероприятий, которые проходили и всеми любимые фестивали, конкурсы. Но, мне кажется, отличным подарком в канун Нового года на территории Голицына стало открытие кинотеатра. Вот это было действительно настоящее чудо. Да, действительно, открытие кинотеатра в Голицыне можно назвать событием года вообще в общественной жизни Одинцовского городского округа. Изначально в Голицыне был кинотеатр, и он был построен к 50-летнему юбилею Великой Октябрьской статистической революции в 1967 году. И удивительное юбилейное пересечение, прошлый год, 2021, он юбилейный для фильма Андрея Тарковского «Андрея Рублев». Почему эти события связаны? Потому что именно там, на Пролетарском проспекте, где находится кинотеатр, жил отец Андрея Тарковского. И первый показ, как бы предпоказ фильма «Андрея Рублев» проходил именно в этом кинотеатре. И такое ощущение, что вот все складывается совершенно удивительным образом. Многое, наверное, все-таки нам дается свыше. Поэтому и 2021 год юбилейный для фильма «Андрея Рублев» стал для нас событием открытия кинотеатра в Голицыне. Современный, красивый, комфортный зал. Качественным оборудованием, с хорошим звуком, соответствующий всем современным мировым стандартам. Еще произошло благоустройство самого кинотеатра. В каком плане? Были модернизированы туалетные комнаты, украшено фойе. Естественно, появились афиши. Зал стал немножечко другого цвета, чтобы он соответствовал кинопоказу. При этом мы не останавливаем культурно-досуговую деятельность на этом объекте, на Пролетарском проспекте в Голицыно. В Культурно-досуговом центре «Октябрь» ни в коем случае не останавливается культурно-досуговая деятельность. Также продолжают работать в кружке, проходить мероприятия. Но и еще показывают фильмы. Все премьеры, которые выходят в российском прокате в этот же день, выходят в прокат на театре «Октябрь». Очень демократичная цена. 250 рублей, я думаю, что... Какую обратную связь вы получили от жителей Голицыно? Можно посмотреть даже по отзывам. В Инстаграм, ВКонтакте есть аккаунты киноконцертного зала «Октябрь». Только положительные отзывы. Конечно, для многих это стало очень приятным событием. В кино ходят, кино интересуются. Откуда... И тоже история непростая с созданием учреждения под руководством Александра Николаевича Севаева выиграла грант фонда кино. То есть все не случайно? Все не случайно. И кинотеатр оборудован именно на деньги фонда кино. На 5 миллионов рублей было выделено фондом кино на обустройство кинотеатра. Ну а, естественно, все сопутствующие для комфорта посетителей, наших жителей, было сделано из средств бюджета Одинцовского городского округа. Ирина Евгеньевна, сколько фестивалей, конкурсов, концертов запланировано в 2022 году? И насколько программа наступившего года не будет уступать ни в чем предыдущим своим предшественникам? 50 конкурсов и фестивалей. Одинцовский городской округ – это самый фестивальный округ, мне кажется, на территории всей страны. Такого количества конкурсов и фестивалей нигде не происходит. Почему их так много? Откуда они все взялись? Почему так много? Потому что каждое учреждение культуры уникально по-своему. Каждое учреждение культуры имеет свое лицо. Стремится проявить себя в культурном пространстве, ярко выразив свои самые лучшие качества, самые лучшие стороны. А фестивальное движение – это всегда отражение нашей деятельности. Это наши достижения, это наши результаты, когда мы выходим и демонстрируем их в публичном пространстве. Практически каждый выходной на территории Одинцовского городского округа занят фестивалем по тому или иному направлению искусства. Ближайшие, поговорим о ближайших, это январь месяц, начало февраля. С 21 по 23 января в театральном центре Жаворонки пройдет уже традиционный фестиваль. Это четвертый фестиваль детских театральных коллективов «Наш дебют», который проходит в рамках молодежного фестиваля театральных коллективов «Змах крыла». Очень широка география этого фестиваля. Фестиваль пользуется очень большой популярностью. Здесь следует отметить очень высокую организацию по предоставлению комфортных условий для участников, по комфортной встрече участников, по техническому оснащению площадок, конечно, театрального центра Жаворонки. Театральный фестиваль проходит на обустроенной, красивой, комфортной театральной площадке в театральном центре Жаворонки. Пройдут абсолютно полноценные постановки с 21 по 23. Заходим на сайт театрального центра Жаворонки, в аккаунты соцсетей и следим за событиями. 22 числа в Захаровском доме культуры в селе Захарова откроется совершенно потрясающая красота выставка участников конкурса детско-юношеского рисунка и декоративно-прикладного искусства «Рождественская звезда». Это жемчужина конкурсного фестивального движения Денисовского городского округа. Все работы обозначены определенной темой, посвящены Рождеству. И мы уже были, выбирали победителей, смотрели конкурсные работы. Впечатление совершенно невероятное, передать словами невозможно. 22 числа, это суббота, совсем близко. Приезжаем в Дом культуры Захарова и наслаждаемся потрясающей красоты изделиями и наслаждаемся потрясающей красоты произведениями наших конкурсантов. 29 января. Культурный центр «Заречья». Очередная номинация фестиваля детского и молодежного творчества «Серебряная лень». Вокальные инструментальные ансамбли и инструментальное искусство. Чем отличается этот фестиваль? Вообще, чем отличается «Серебряная лень» от всех фестивалей, которые у нас проходят в Днецовском городском округе? Прежде всего, это фестиваль достижений. Участники стараются выставить на этот фестиваль все самое лучшее, что у них есть. Жюри, просто вне всяких комментариев жюри фестиваля. Это всегда профессионалы, всегда профессионалы высокого уровня, которые уже следят за нашими достижениями на культурном пространстве Одинцовского городского округа. Этот фестиваль, который привлекает участников из других территорий, это прекрасная площадка для обмена опытом по тому или иному направлению искусства. Десять вокально-инструментальных ансамблей уже заявились. Программа будет вечерняя, поэтому можно посетить. Это практически концерт полноценный. Это будет абсолютно полноценный концерт наших групп Днецовского округа и гостей из других городов. Совершенно потрясающие жюри. В жюри у нас потрясающий музыкант, ведущий телеканала «Культура» Вадим Иллин Крик, Сергей Войтенко, продюсер и один из легенд рок-движения нашей страны Игорь Сандлер. Очень много сюрпризов готовит фестиваль в каждой своей номинации. Номинация 29 числа – это абсолютно яркая концертная программа, прекрасный технически оснащенный зал, свет, звук, экран. Мы попадаем в хороший концертный зал, в хорошего уровня площадки. При том, что мы с вами, как зрители, можем наслаждаться ярчайшей концертной программой, в это время высокопрофессионально, уникальное жюри будет работать, подведет свои итоги, тут же сможем узнать результаты. Кто-то из жюри приготовил сюрпризы для участников самых ярких уже здесь до подведения всех итогов фестиваля. Кто-то получит специальные призы от нашего жюри. Кстати, в декабре прошла номинация «Театральное искусство и художественное чтение». В рамках этой номинации уже проходят мастер-классы. Такие же мастер-классы ждут номинантов и вокально-инструментальных ансамбль, и инструментального искусства от жюри соответствующей номинации. 2 февраля в библиотеке номер 1 состоится очередной мастер-класс как раз от членов жюри актеров Елены Фокина и Висала Мухралиева. Тоже членов жюри номинации «Художественное чтение» и «Театральное искусство фестиваля». Повторюсь, что абсолютно по всем номинациям проходит целый цикл мастер-классов для участников фестиваля, для руководителей коллективов, которые представляют свои коллективы на фестиваль, чьи работы представили на фестивале. Целый цикл мастер-классов, порядка 2-3 раза в месяц проходят мастер-классы по всем направлениям искусства. То есть наш фестиваль – это полноценное фестивальное движение. Кроме того, уже участники фестиваля, прошедших номинаций, уже практически гастролируют по территории Одинцовского городского округа со своими произведениями, своим творчеством в специальных программах. И одна из таких программ состоится 5 февраля в Ньюнчиновском культурно-досуговом центре. Пройдет литературный вечер как раз с участием наших лауреатов в номинации «Художественное чтение» и «Театральное искусство». Постоянное, непрерывное течение этой творческой реки в фестивале «Серебряная олень», оно не останавливается ни на секунду. Благодаря этому течению, кстати, у нас есть совершенно потрясающее достижение прошлого года. Комитет по культуре… Только хотела об этом сказать. То, что 2021 год стал успешен именно для Комитета культуры, впервые вы были отмечены и вошли в движение «Артек». Да, тоже уникальный для нас опыт. Нужно осознать ответственность, меру ответственности, которая лежит на нас сейчас. Мы стали партнерами «Артека». Комитет по культуре и администрации Одинцовского городского округа стал партнером «Артека». Что это значит? Ну, «Артек» – это федеральная площадка дополнительного образования, в которой собираются все самые интересные практики. «Артек» не прекращает работу ни на один день. Это не место, где отдыхают, просто отдыхают. Это обязательно то место, где отдых сочетается с учебой и с раскрытием навыков, талантов. Демонстрация реализации достижений тех, кто приезжает в «Артек». Очень высокую ответственность «Артек» возлагает на тех партнеров, которые ведут программу дополнительного образования в «Артеке» с воспитанниками «Артека». Такая честь выпала специалистам сферы культуры Одинцовского городского округа. Специалисты Одинцовского центра развития культуры выйдут на целую смену в «Артек» в этом году летом с тем, чтобы представить программу «Времена года». Для нас это высокая честь. Мы выиграли конкурс. Конкурс наряду с такими уважаемыми уже многолетними партнерами «Артека», как, например, «Российские железные дороги» или «Почта России», «Институт современного искусства», «Федерация волейбола», «Федерация парусного спорта». Просто метры в каждом направлении. Я не встречалась, у меня нет информации, была ли когда-нибудь хотя бы одна территория муниципальная или структура управления муниципальной территорией в партнерах «Артека». Мне такой информации не попадалось. Надеюсь, что нет. Думаю, что мы первые. Первопроходцы. Мы первые, мы уникальные. И, кстати, наша смена попадает. Вместе мы работаем с партнерами «Артека» Институтом современного искусства, что тоже воспринимается нами как некая конкуренция. Самое интересное, что воспринимается Институтом современного искусства как некая конкуренция. Наши специалисты уже выезжали в «Артек» в декабре с тем, чтобы ознакомиться с основными положениями, что предстоит поделиться своей программой, представить руководству «Артека» свою программу, познакомиться со всеми организационными моментами. И летом специалисты Одинцовского центра развития культуры и специалисты учреждений дополнительного образования Одинцовского городского округа выйдут на смену в «Артек» на 21 день, чтобы реализовать заявленную программу «Времена года. Игра и звучи, танцуй», результатом которой ставит яркая театрализованная музыкальная постановка. Кроме того, мы будем проводить мастер-классы для вожатых «Артека», что тоже для нас очень большой опыт. О чем это говорит? Это говорит о том, что специалисты сферы культуры Одинцовского городского округа признаны на федеральном уровне равных с ведущими партнерами, лидирующие федеральные площадки дополнительного образования. Для нас это большая честь, невероятная ответственность. Мы очень надеемся, что сможем себя проявить в должной степени, и это станет для нас не просто опытом, но началом большого движения вперед, как партнеров «Артека». Ирина Евгеньевна, когда пройдет самая широкая и масштабная по количеству участников вокальная номинация фестиваля «Серебряный олень», когда зрителям готовить свои ладошки, чтобы аплодировать артистам? Действительно, одна из самых широких номинаций «Вокальное искусство» 5 февраля в Назаревском доме культуры. В Назаревском сельском доме культуры пройдет эта номинация. Опять же, совершенно потрясающие члены жюри – это Григорий Васильевич Гладков, это «Голос Эльзы» Анна Бутерлина и еще ряд высочайших специалистов и преподавателей наших лидирующих вузов в сфере вокального искусства 5 февраля. Кстати, номинация обязательно будет транслироваться в прямом эфире. И если даже вы не сможете приехать в этот день на Назаревский дом культуры, то сможете в прямом эфире увидеть абсолютно всех участников этой номинации. И оставить свои отзывы. Обязательно. Ирина Евгеньевна, я знаю, что в Подмосковье запущена новая платформа – dkmosreg.ru. Расскажите об этом. Как теперь будут работать наши домокультуры? ДК «Мосрег» – это самый большой цифровой ресурс. На территории Московской области, объединяющий абсолютно все дома культуры Московской области, есть мобильное приложение – dkmosreg.ru.ru, есть сайт. Можно зайти через мобильное приложение, можно зайти через сайт, посмотреть. В нем отражается абсолютно весь спектр культурно-досуговой деятельности области. И, конечно же, представлен весь спектр культурно-досуговой деятельности нашего Одинцовского городского округа. Абсолютно все дома культуры, все клубные формирования, все кружки анонсируются в ближайшие мероприятия, все афиши там уже размещены. В ближайшее время посредством этого портала можно записаться в кружок. Записавшись в кружок, увидеть свое расписание, актуальную для себя, как для посетителя клубного формирования информацию. Для руководителя клубного формирования это возможность отследить каждого из своих участников, оперативно передать необходимую информацию, провести регистрацию пришедших на занятия посредством QR-кода каждого занимающегося. Сейчас наша задача внести до 20 февраля в эту систему всех уже действующих посетителей, участников наших клубных формирований, всех домов культуры. Касается только домов культуры, повторюсь. По этой системе уже много лет работает дополнительное образование нашей школы, искусство-музыкальной школы. Также каждый проходит регистрацию посредством записи через электронную систему. Это же, но, я бы сказала, с более широким спектром информации ресурс, такой же, как по дополнительному образованию, представлено у нас в правительстве Московской области в отношении домов культуры. Итак, мы заходим через мобильное приложение или через портал ДК Мосрек, регистрируемся, находим интересный для нас вид занятия, записываемся, предоставляем свои данные. Для нас открывается наше расписание, вся актуальная информация по самому Дому культуры, какие ближайшие мероприятия там пройдут. Для самих Домов культуры это ресурс для того, чтобы учесть каждого посетителя, пришедшего на занятия, посредством сканирования QR-кода каждого посетителя, загрегистрированного на сайте. Это возможность предоставить оперативно свою информацию, опять же, о ближайших мероприятиях или об изменениях, скажем, расписания, потому что всегда будет представлено актуальное расписание для каждого пользователя системы. Невероятно удобная платформа и для пользователя, и, опять же, повторюсь, весь спектр культурно-досуговой деятельности представлен в этом цифровом ресурсе. Спасибо, Ирина Евгеньевна, за актуальную и интересную информацию. Будем с нетерпением ждать новых ярких событий в сфере культуры Одинцовского городского округа. Спасибо, Мария. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания.